ДТП В Махачкале прошли учения спасателей. Личный состав МЧС отрабатывал навыки по ликвидации возгорания в многоквартирном доме. Поддержали стоя. Муфтию Дагестана шейху Ахмаду Хаджиафанди присвоено звание почетный гражданин Махачкалы. Вопреки ветру и волнам впервые в Махачкале прошел чемпионат России по грибному спорту. Более 8 тонн морепродуктов вывезли через Дагестан в Азербайджан по поддельному ветеринарному сертификату. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как сообщает Россельхознадзор, данный документ ведомством не выдавался, а предприятие не проходило аттестацию для внесения в систему Цербер на экспорт продукции. Известное о незаконных действиях стало после обращения гражданина Азербайджана. Мужчина сообщил о том, что московская компания без необходимых договоров через дагестанский таможенный пост осуществляет поставку продукции в их страну. В ходе рассмотрения выяснилось, что владелец груза использовал поддельные документы. И вновь о печальной статистике аварий. К сожалению, число ДТП растет, как и счет погибших и раненых. С начала года в республике зарегистрировано более 1000 ДТП, которые унесли жизни более 200 человек. С чем связана такая ситуация на дорогах Дагестана и какие меры необходимо принять, обсуждали накануне в ГИБДД на встрече с журналистами. Подробнее расскажет Патимат Ханапова. Жажда скорости порождает риски. В погоне успеть водители зачастую не замечают трехзначные числа на спидометре. Эти кадры облетели всю республику. Массовое ДТП в Кайкенском районе удар был настолько сильным, что сразу 4 автомобиля превратились в груду металла. Цена неудачного маневра – жизнь двух человек. Немножко по статистике, как мы выглядим на уровне Российской Федерации. По тяжести последствий ДТП находится на 83-м месте. Чем ниже, тем хуже. 83 из 89. То есть вы понимаете, да? Основными причинами ДТП специалисты называют выезд на встречную полосу. И зачастую именно там, где такой маневр запрещен. Почти одну четвертую часть аварий составляют наезды на пешеходов. Более половины из них – не по вине водителей. Эти страшные кадры аварии в Махачкале. 70-летняя женщина переходила дорогу на красный светофор. От полученных травм она скончалась на месте. Не соблюдение очередности проезда. Тоже хотел бы заострить на этом внимание, что не уступая дорогу друг другу, мы вышли на второе место по причинам смертности. Это не наезды на пешеходов, не столкновения, именно не предоставление преимуществ в движении транспорта. Не утешительная статистика и посмертности детей на дорогах. С начала года в ДТП погиб 21 ребенок. И в большинстве своем в этом зачастую виноваты взрослые. Отсутствие контроля при переходе и перевозка детей до 12 лет в салоне авто. Лучше скажу о том, что у нас отмечен двукратный рост количества погибших детей. Что свидетельствует о недостаточной неэффективности проводимых мероприятий по профилактике детского дорожного транспорта и травматизма. Недостаточность и неэффективность. Когда я это говорю, я здесь подразумеваю все субъекты профилактики. Не только МВД, который занимается своей работой и пытается втянуть в эту деятельность всех заинтересованных. Это и Министерство образования, это и Министерство здравоохранения, это и Министерство цифрового развития. Это только некоторые из тех, кто также вместе с нами должен доносить до умов взрослых о том, что дети – это наша ответственность. В борьбе против аварийности Госавтоинспекция посчитала эффективным наличие общественного контроля, в связи с чем и был создан в Телеграме БОД, куда неравнодушные граждане могут отправить видеозаписи нарушений правил дорожного движения. Батиман Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. В Махачкале спасатели ликвидировали возгорание в многоквартирном доме. Пожар начался на 10 этаже. Огонь быстро перекинулся на соседние квартиры. К счастью, это была легенда учений МЧС. В огневой ловушке оказались десятки человек. Пожарные в первую очередь разворачивают подъемники. В мероприятии были задействованы 5 единиц техники, в том числе автоцистерны и автомобиль газодымозащитной службы. В тренировке принимали участие 38 человек личного состава. Сегодня в 16-этажном жилом многоквартирном доме провели пожаротактические учения. Силами Махачкалинского пожарно-спортивного гарнизона отработаны действия по тушению условного пожара в зданиях повышенной этажности. Отработаны способы и методы спасения и эвакуации пострадавших с верхних этажей здания. Сегодня нами отрабатывались острые стрессовые реакции, истерика и сопровождение пострадавших при эвакуации, оценка психоэмоционального состояния и, соответственно, сопровождение во время оказания медицинской помощи. Также отрабатываем острые стрессовые реакции. Как правило, это бывают чаще всего истерики, агрессии, плач, страх, ну и так далее, соответственно, тоже. Звание почетный гражданин Махачкалы присвоено Муфтию Республики Дагестан шейху Ахмаду Хаджи Афанди. С такой инициативой к депутатам горсобрания обратился Салман Дадаев. Градоначальник отметил, что Муфтияд проводит огромную просветительскую работу среди молодежи. Кроме того, при поддержке духовенства в Махачкале строится общественное пространство «Аллея медиков». Депутаты стоя проголосовали за предложение мэра. Учитывая, что в сегодняшнем списке наших кандидатов на звание почетных гражданин города находятся всеми нами уважаемые Муфтии Республики Дагестан, это исторический момент, и просто так вот сидя поднять руку, как мы обычно это делаем, нам просто, наверное, будет неправильно. Мы все мужчины и женщины, мы все его уважаем, это наш Муфти. Он много работы делает во благо Дагестана, очень уважаемые человеки в исламском мире, поэтому, я думаю, если мы стоя поднимем руки за него, ну и за оставшихся наших троих, наверное, будет правильно. Как вы считаете? Давайте так делаем. Следом за Махачкалой звание почетного гражданина духовному лидеру мусульман республики присвоил и Каспийск. Церемония награждения состоялась в здании Муфтията региона. Мы на сессии единогласным решением наших депутатов города Каспийска приняли решение. Вам присвоят звание почетного гражданина города Каспийска. Спасибо. В ходе беседы стороны также обсудили инициативу руководства Каспийска о выделении двух земельных участков по строительству мечетей. И по его инициативе и инициативе города Борису Ивановичу было тоже предложено, и они выделили два участка земли под мечетей. У нас в городе чуть мало мечетей, тоже в Каспийске. И он один мечет полностью на себя взял и проектную документацию тоже подготовил. И вторую мечеть тоже, они умерших людей, которые будут два мечети строить в городе, в самых необходимых точках. И решили вам тоже проект показать. И предвидите, чтобы вы тоже видели. Мы, иншаллах, будем надеяться, с каждым днем будет улучшаться ситуация. Будем обращаться к Всевышнему. И Всевышний нам, иншаллах, ответит. Штаб помощи семьям мобилизованных махачкалинцев продолжает свою деятельность. К мэру столицы обратился глава Новолагского района с просьбой перевести ребенка военнослужащего в детский сад по месту проживания. Супруга Мината Басова принимает участие в СВО. Семья переехала в Махачкалу. Вопрос был решен оперативно. Ребенок уже перешел в новое дошкольное образовательное учреждение. В числе прочих озвучили, была проблема устроить ребенка в детсад «Золотая рыбка» города Махачкалы. Понимая, насколько остро стоит проблема в городах, районах по этим вопросам, электронная очередь проверки всякие всевозможные, лично приехал попросить вас, если малейшие возможности, поддержать в этом вопросе. С учетом того, что вот это ваше отношение, контроль, заботы, личные заботы, которые вы проверяете за каждого военнослужащего, который находится в зоне специальной военной операции, мы в обязательном порядке рассмотрим. Не просто рассмотрим, положительно решим этот вопрос. Проблема есть определенная, очередность большая, но тем не менее, те ребята, которые выполняют воинский долг сегодня на территории Украины, в целях защиты наших стратегических и не только стратегических, но и непосредственных интересов каждого, проживающего на территории нашей страны, для нас это является почетной обязанностью, забота и решение этих вопросов. Напомню, с 5 октября в городе функционирует координационный штаб, куда ежедневно обращаются члены семьи участников СВО. Каждая просьба находится на личном контроле Залмана Дадаева. Тем временем в Махачкале продолжается реализация проекта «Мой Дагестан, мои дороги». На втором проезде улицы Галимова в микрорайоне «Авиаагрегат» обновляют дорожное полотно. Рабочие подрядные организации накануне приступили к укладке выравнивающего слоя асфальта. Уже завершено обустройство тротуара, установлены бордюры. Протяженность улицы составляет более 200 метров. И к другим темам. С начала этого года за счет средств нормированного страхового запаса больницами региона приобретено 86 единиц медицинского оборудования, которыми оснащены 18 лечебных учреждений. Об этом рассказал руководитель территориального ФОМСа Ахмед Гуда в ходе посещения Республиканского диагностического центра, где за счет средств ФОМСа также была приобретена новая техника для высокоточных исследований. Сегодня, когда глава Республики ставит большой акцент о качественном оказании медицинской помощи, весь врачебный персонал здесь проводит огромную работу. Если говорить об оборудовании, которое приобретено за счет средств территориального фонда по нормированному страховому запасу, Именно здесь 6-7 оборудований приобретено. В целом по Республике за 22-й год приобретено 86 медицинских новых оборудований. Соответственно, это качественное оказание медицинской помощи нашим гражданам, гражданам нашей Республики. Вот хочу вам представить вот этот биохимический анализатор новый. Но на этом аппарате мы получаем высокоточные, качественные ответы, что, естественно, позволяет в дальнейшем правильно установить диагноз и не сомневаться в качестве проводимых исследований. Напомним, в Республиканском диагностическом центре работают 420 сотрудников. Ежедневно здесь получают медицинские услуги около 3000 человек. Проводится 800 видов исследований. И о спорте. Впервые в Махачкале прошел чемпионат России по гребному спорту. Соревнования в дисциплине «Прибрежная гребля». Собрали на городском пляже столицы ведущих спортсменов со всей страны. Среди участников были призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира. Всего за победу в пяти классах боролись около 100 человек из девяти регионов страны. Место в составе национальной команды им пришлось оспаривать вопреки ветру и волна. Лучше других к погодным условиям приспособились гребцы из Санкт-Петербурга. Они были быстрее других в одиночных заездах, в заездах двоек и в женской четверке. Почетные гости турнира, в числе которых президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин и другие титулованные спортсмены положительно оценили перспективы развития этого вида спорта в Дагестане. Любой прорыв, прогресс и огромное развитие идет, когда появляются соревнования, желательно максимального уровня вовлеченности, коими являются всероссийские. А сегодня мы уже на земле Дагестана, в Махачкале проводим чемпионат России именно по той дисциплине, с которой мы и планировали стартовать в Дагестане и в Махачкале. Поэтому я думаю, что сейчас развитие пойдет семимильными шагами. Мы активно работали над тем, чтобы пропагандировать этот вид спорта, популяризировать. И сегодня, как результат этой работы, впервые истории Республики Дагестан и впервые истории Каспийского моря. Проводятся соревнования чемпионата России по прибрежной гребле. Конечно, мы очень рады и думаем, что эти соревнования только начало нашей деятельности. И в следующем году мы постараемся уже дагестанскую команду подготовить. Нам для этого нужны лодки. Вид спорта непритязательный, большой инфраструктуры не нужно. Есть море и лодки. А люди у нас есть, спортсмены, потенциал богатый. Поэтому в следующем году, я думаю, мы свою команду уже полноценную выставим. Смотрите нас также на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok